Сентябрьский игрозорский привет Ждут не только красотки в соблазнительных нарядах и самые ожидаемые проекты ближайшего года, но также и мы, ваши любимые и не очень стоп-геймовцы Так что если давно хотели признаться в нежных чувствах Саши Кост или избить нас Максом за всякие сальные шуточки, то милости просим Однако учтите, чуть что мы будем плакать и звать охрану Ну а пока мы вновь не окунулись в пучину игромирского ада, представляем вашему вниманию 89-й игрозор Для вас вещают Максим Кулаков и Константин Тростенюк Поехали! Блокбастер мирового уровня, покоритель умов и смартфонов, король айфонов и прочее-прочее-прочее Культовая Angry Birds 27 сентября обзаведется антагонистическим сиквелом Bad Piggies, где главную роль исполнят уже, как нетрудно догадаться, свиньи, несколько лет бывшие терпилами Впрочем, судя по трейлеру, ни одна пернатая отваль не пострадает Хряков ждут конструкторские пазлы и полигоны для сумрачных гениев инженерной мысли Но новость вообще не про то Продукты Rovio славятся не только своей суперпопулярностью, но и тем, что выходят на всем, куда их можно портировать Неохваченными остались разве что утюги до микроволновки Так вот, в октябре издатель Focus Home Entertainment десантирует в магазины коробочную версию Bad Piggies, снабдив ее всякими бонусными DLC Цена вопроса 15 баксов Ставлю свой будущий пятый айфон, что ты понятия не имеешь, что такое Angry Birds Зато я вот играл как в оригинал, так и во всякие Seasons и Rio Играл и совершенно не понял, чего все так прутся с этих птиц Ну, у всех разные вкусы, кому-то вон и Metal Gear с масс-эффектами по душе Слишком толсто Скажи это своему отражению в зеркале Эй! На прошлой неделе великие игростроители из BioWare, Рэй Музика и Грег Зищук покинули студию и отправились на пенсию Чем ввергли в пучину уныния и без того начавших разочаровываться в BioWare игроков Причины предполагались разные Я, например, считал, что их утомили слишком интенсивная работа, перебор с сиквелами и неудача последних трех проектов Но под конец минувшей недели, когда с прошлым игрозором мы уже расправились, выяснился истинный мотив Electronic Arts, давно катающаяся в голубом вагончике, движимом как раз стараниями BioWare, объявила о своем участии в GamerCon А это, внимание, специализированная игровая выставка для нетрадиционно ориентированных геймеров Причем EA стала чуть ли не пионером, ибо остальные крупные издательства смотрят в сторону лазурного ивента без энтузиазма в глаза Был бы я на месте таких крутых ребят, как Рэй и Грек, я бы после таких вестей тоже свинтил Если опустить гомофобные шуточки... А ты так можешь? Тихо! Так вот, если опустить шуточки, то темы однополых связей присутствовали давно и во многих играх В той же лучезарной и любимой мной Dragon Age Origins был Зеврон Но тогда разработчики эту тему не выпячивали и не посвящали им новости и записи в блогах И все было в порядке А затем EA начала активно поддерживать меньшинство Зачем? Чуваки, вы не в правительстве, вы игры делаете И давай пока не отдаляться от темы Electronic Arts Потому что коса увольнений прошлась по рядам очередной купленной издателем компании PopCap Games Автору таких нетленных казуалок, как Zuma, Beagle, Bejeweled, Bookworm и, конечно, Plants vs Zombies А в этот раз электроники полностью закрыли дублинскую студию, что в Ирландии На биржу труда отправилось сразу 96 человек EA попыталась скрасить приговор тем, что, мол, многие уже нашли себе новые места, но мы-то понимаем И вновь мне, поклоннику творчества PopCap, потратившему десятки часов на Bejeweled, Beagle и Plants vs Zombies, очень горько слышать о подобном Напомним, что в августе увиновление об увольнении получили 50 сотрудников головного офиса студии в Сиэтле И едва ли сложившуюся тенденцию можно назвать приятной Да, дух уныния витает нынче над Electronic Arts Тем не менее, в данный момент PopCap работает над Plants vs Zombies 2, релиз которой запланирован на следующий год Подробностей об игре нет Ну и всем плевать, однако Electronic Arts объявила, что публичный тест мультиплеера Medal of Honor Warfighter будет недолгим и пройдет исключительно на Xbox 360 Разработчики в первую очередь собираются проверить новые режимы типа Hot Spawn ПК-геймеры желают удачи их с боксером и продолжают колесить по картам Armored Kill в ожидании Aftermath Фил Айслер, глава отдела GeForce Grid Cloud Gaming от компании Nvidia, которая делает видеокарты за кучу бабок, чтобы мы могли любоваться графоном, как в Крузисе В интервью VentureBit поведал, что считает будущее поколение консолей последним, а вслед за ним развлекать нас приплывут облака Нынешние консоли, по его мнению, устарели уже на добрый десяток лет, да и следующие будут удивлять своими мощностями недолго Кроме того, люди все чаще предпочитают покупать игры в цифре Клауд-сервисы вроде так удачно проданного Sony Гайка и лишены многих проблем Серверные машины можно постоянно модернизировать Техническое обслуживание дешевеет, а высокоскоростной интернет все плотнее опутывает вонючий земной шарик Ты веришь в облачное будущее? Ну, я и сам люблю прикупить какой-нибудь Call of Duty в Steam, но стоящие игры стараюсь брать на дисках, чтобы можно было установить и поиграть в любое время Steam классный, я от него без ума, но если подумать, вдруг пройдет пять лет, старина Гейб где-нибудь оступится, Valve обанкротится, а Steam закроют Что тогда? Что случится с моей библиотекой из нескольких сотен игр? Лично я пока не готов к полному отказу от дисков, да и остальной мир думаю тоже Кстати, о старине Гейбе. Не проходит и недели без какого-нибудь слуха, связанного с Valve Господи, Ньюэлл, сделай уже Half-Life 3 Так вот, а не так давно Гейб встретился с партнерами из Никсон, занимающимися фри-ту-плеем И СМИ, спекулируя даже какими-то суммами долларов, сразу же предположили, что любимчик PC-геймеров всего мира вполне мог обсуждать с корейцами возможность слияния Valve Что, кстати, не выглядит такой уж сказкой. В последнее время Valve явно в поисках новых решений для своего развития Возможно, это даже связано с Windows 8, которую многие девелоперы уже назвали катастрофой для ПК-гейминга Новые пути для бизнеса и щиты Blizzard Рынок диктует свои условия, поэтому компания все чаще глядит в сторону фри-ту-плея Ведущий дизайнер StarCraft 2 Дастин Браудер, например, считает, что его стратегия могла бы довольно комфортно жить в условной бесплатности Но на данный момент, можете выдохнуть, никто сменять бизнес-модель не собирается На то есть множество геймплейных причин, главные из которых — баланс и ущемление прав неплательщиков Кроме того, Близзы сейчас изо всех сил вымучивают из себя продолжение StarCraft 2, а раньше их выхода никаких революций ждать не стоит А доживем ли мы вообще до Legacy of the World, знает разве что Гордон Фриман Уж он-то точно доживет и переживет Далее по курсу очередная порция подробностей о сверхуспешном кикстартере Obsidian Entertainment Прожект Этернити Первым на повестке дня рассказ директора проекта Джоша Сойера о системе душ в технологическом уровне мира и небоевых навыках В Прожект Этернити использование душевных потенциалов — удел избранных Зато обученные этому люди, эльфы и прочие орки могут творить с запасами своих душ истинные чудеса Совершать физические действия, непосильные для прочих смертных и, самое главное, колдовать Разумеется, чем закаленнее и тренированнее душа, тем круче получатся подвиги Ну так странно было бы ожидать другого от RPG Далее по списку небоевые навыки Их обещают распараллелить с боевыми, чтобы не ставить игроков перед извечной дилеммой Умение поднять меч потяжелее против бонуса к обольщению персонажей противоположного пола Впрочем, это я сейчас все придумал, потому что конкретных навыков Джош не назвал А озвучил лишь их группы Исследовательские — для получения новых знаний Передвижения — для быстрого или скрытного перемещения своей тушки Грабительские — в поиске приобретения новых предметов И социальные общения При этом авторы собираются серьезно поработать над балансом Чтобы социальные скиллы были наравне с боевыми И чтобы из многих ситуаций можно было выйти с миром При этом получив не меньше бонусов, чем за кровавую баню Что касается технологического развития То тут в игровом мире полная диспропорциональность Кто-то еще ковыряется в земле палками, а кто-то уже балуется первым огнестрелом Впрочем, стволы оружия хоть и мощные, пробивающие магические щиты, но перезаряжаются медленнее Что до мирных технологий, то тут упор сделан на морской транспорт Что именно это значит и как поможет главному герою в его путешествии, пока не ясно Потому что о транспортной системе информации пока нет А вторая новость о Project Eternity — преодоление очередного финансового рубежа Игра стремительно промчалась мимо отметки в 2 миллиона долларов И устремилась к следующей вершине — 2 миллиона 300 тысяч За которую обсидианы расширят ассортимент режимов И добавят некую богоподобную расу Первый режим — Эксперт — будет сродни хардкор-мод из Fallout New Vegas В нем будут отключены всякие подсказки, намеки и направления Игрокам придется полагаться исключительно на собственную внимательность и смекалку Также на Эксперте обещаны прочие усложнения, в том числе боевые Trial of Iron окажется модным нынче издевательством, в котором игрокам разрешат одну единственную сохраненку До самого победного конца Или смерти протагониста В последнем случае сохраненка немедленно уничтожится Такая вот неприятность, но наверняка найдутся мазохисты и для нее Наконец, в Path of the Damned будут максимально усложнены все боестолкновения в игре За счет более сильных групп монстров и усложненной боевой механики При желании игроки смогут включить сразу все три режима и испытать их красоту в тройном размере Лечение нервов за свой счет Что касается богоподобных, то они не совсем богоподобные А просто люди и нелюди, которые при рождении получили благословение того или иного божества Это добавило им талантов, но не сильно добавило поклонников А скорее наоборот, где-то ими восхищаются, но гораздо чаще их ненавидят Короче, дела у Project Eternity идут отлично Коннор, главный герой Assassin's Creed 3, вполне может, как и Эдсо, получить свою D3 или еще какую-нибудь логию Если народ тепло и с распростертыми объятиями его примет Об этом сообщил продюсер игры Жульен Лаферье При этом ранее Ubisoft говорила, что Assassin's Creed 3 станет последней главой в истории Десмонда Майлза В генетической памяти которого и живут все ассасины прошлого Означает ли это, что старина Дес еще повоюет? Или же на сцену выйдет прочая его родня, типа внезапной родной сестры, у которой в генах та же память? Как знать? Ну, да это все пока слухи и вообще вилами по воде, а мы пока обернемся к фактам Например, вот тут вот в ролике издатель рассказал, что Коннор примет некое участие в бостонском чаепитии Акции протеста, с которой фактически началась американская революция Как именно в это дело вовлекут нашего убивца, узнаем уже после выхода игры Но я заинтригован Нет предела совершенству и человеческой глупости Очередной мрачный титан одиночества, в этот раз американский и без летального исхода Поставил очередной сомнительный нахер никому не нужный рекорд Он прошел Borderlands 2 за 43 часа 15 минут и 23 секунды Вау, я так впечатлен При этом чувак называет себя мультижанровым и мультиконсольным чемпионом мира Спидраннером, набирателем очков, турнирным игроком и любителем кооперативов Лично меня пугает последнее Неужели у него еще единомышленники нашлись? Видимо нет, раз рекорд супер чемпион ни с кем не разделил Хотя может просто пожадничал А ты уже прошел Borderlands 2 Нет, у меня нет столько свободного времени А еще я не дует Поэтому играю в свое удовольствие Наслаждаясь прекрасной проработкой мира и восхитительным юмором А не пробегая игру галопом ради каких-то нелепых рекордов Кстати, зовут рекордсмена Мэтт Зигфрид и учится он в университете Огайо Это я все к тому, что в том же учебном заведении некие сумрачные гении пришли Видимо на примере Мэтта к интересному и такому же полезному как подвиги Зигфрида выводу Кооперативные режимы игры в отличии от соревновательных не вызывают столько агрессии у геймеров А даже наоборот, сплочают их и делают друзьяшками Вот так В общем, суть басни такова Играйте в Borderlands и Left 4 Dead Все, поехали дальше Ага, а дальше у нас Mass Effect Итак, ближайшим DLC для финальной части трилогии станет Омега Для посвященных и тех, кто читал бесчисленные комиксы по мотивам, это не стало сюрпризом, как не был сюрпризом и Левиафан Ошметки загружаемого контента нашли еще в оригинальной игре У любимицы публики и обаяшки Арии Тло, как вы помните, дела идут скверно Цербер выселил ее с родной космической станции, но мстительная Азаря обещала вернуться Однако нельзя так просто взять и отвоевать Омегу без Шепарда Так что капитану придется впрячься и подсобить Арии Отчего он вряд ли откажется, потому что и сам точит лясы на призрака А поднасрать врагу — святое дело Ждем новое приключение осенью А че там с качеством DLC? Ты так и не поиграл в прошлое? Поиграл! Спасибо Electronic Arts за халявного Левиафана С качеством дополнений у BioWare уже года полтора как полный порядок Так что фанатам переживать не стоит, можно брать и играть Левиафан вслед за Extended Cut продолжил оправдывать халтуру сценаристов И получилось неплохо Кстати, буквально позавчера Electronic Arts анонсировала Mass Effect Trilogy В которую войдут, понятное дело, все игры серии Правда, вроде как без DLC Цена вопроса — 60 долларов Примечательно же издание тем, что поступит в продажу и версия для PlayStation 3 Первую Mass Effect наконец тоже портировали И ее можно будет приобрести в PSN отдельно Кроме того, 7 ноября станет днем N7 И в этот день пройдут всякие онлайновые и оффлайновые ивенты 26 сентября Activision, как и обещала, видеороликом представила зомби-режим для Call of Duty Black Ops 2 В общем-то, с учетом того, что эту колду делает Трей Арч В наличии ходячих никто и не сомневался Выглядит же все неплохо Но, на наш скромный взгляд, даже в трейлере проигрывает A Left 4 Dead, вышедший в 2008 году Ну, справедливости ради отмечу, что не только зомби-режим проигрывает, сама Call of Duty тот еще ходячий труп Где-то выше мы уже упомянули Windows 8 и, мягко говоря, негативные отношения к ней со стороны разработчиков К числу которых на днях присоединился Маркус Персон, мистер Майнкарт Не так давно ему в почтовый ящик свалилось письмо от Microsoft с предложением помочь в сертификации его детища для новых форточек На что Маркус ответил решительным отказом, подкрепив его следующими словами Хватит разрушать ПК как игровую платформу И далее пояснил, что лучше откажется от поддержки Windows 8 Майнкрафтом, чем прогнется под микромягких Уважаем И на закуску Первый крышесносящий трейлер Total War Rome 2 Сразу после анонса Creative Assembly предупредила, что графон будет такой-то и даст прикурить вашим топовым GeForce Но вот это Вау Просто дух захватывает Смотрите и наслаждайтесь Это никогда не закончится Они никогда не вернутся Возьмите эти стены! Возьмите эти стены! Бог, что мы сделали? И получается Что ж Вот и настало в очередной раз время закругляться Вроде как надо надеся отснабдить вас актуальными Блицаревью Но мы в этот раз пойдём иной тропой и слегка потыкаем палочкой старую рубрику пасхалок Когда-то она буквально себя исчерпала, ибо хороших приколов и отсылок в играх не так уж много, а трогать запыленные баяны как-то не хочется. Но время от времени имеет смысл, пожалуй, обращать ваше внимание на самые забавные и необычные приколы. Как, например, в Borderlands 2, да? Именно. Правда, чтобы оценить этот маленький секрет, нужно пройти девятую главу, после чего отправиться вот сюда, как вы сейчас видите. Далее необходимо предпринять ряд нехитрых действий, чтобы оказаться на финишной прямой. Более того, разок даже надо сигануть с обрыва, где в обычном случае вас ждала бы гибель, но только не в этот раз. Короче, спрыгнув с этого уступа, отправляйтесь... Вообще, знаешь, нехер им объяснять, что и как делать. Маленькие, что ли? Пуще и сами всё это разыскивают. А мы только суть покажем. Иначе какой интерес-то? А разве кто станет по инструкции искать? Посмотрел и доволен. А кому интересно, поднапрягутся. Ну и ладно, напрягайтесь, раз Максим велел. А мы на этом будем закругляться. Через неделю будет наверняка интереснее, посыплются первые и самые сочные октябрьские релизы, да и новостей наверняка будет немало. А пока отрывайтесь в блогах, не забывайте о стримах, кстати, сегодня в 9 как раз один про танки, и оставляйте ваши комментарии, чтобы мы становились лучше. Мы, конечно, вряд ли последуем вашим советам, а то и язвительно ответим прямо в игрозоре, но комментарии это всё равно хорошо. Короче, с вами были Максим Кулаков и Константин Трустенюк. До встречи на страницах StopGame.ru и на Игромире. Кстати, там я обязательно кому-нибудь подарю очередной аддон для The Sims 3. Обещаю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok